Всем привет, это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак. И у нас в гостях казахстанский продюсер Ланна Чекиркова, также кинорежиссер, сценарист Рашид Мусаевич-Нугманов. Меня интересует тут формат, который называется мини-сериал. То есть это сериал, в котором ограниченное количество эпизодов в сезоне, которое имеет кинематографические ценности. То есть не мыльная опера, не ситком. И да, и сериал – это та сфера, где можно вложить свои познания в драматургии. Вот мы раньше как-то, не знаю, относились, я помню, еще в нашей юности, к сериалам как-то снисходительно. Все говорили о кино, о большом кино, большой экран и так далее. Но отношение к сериалу меняется на наших глазах. То есть зритель следит из эпизода в эпизод за развитием именно драматургической линии. Хотя она и представлена во внешних образах, так же, как в кино. Но если ты не наделяешь это крепкой драматургией, интерес пропадет у зрителя. А вот сценарий игрового сериала у вас уже в каком-то виде он был до того, как вы снимали? Ну, он в виде такой, знаете, расширенной Библии, что называется, в сериалах. То есть, ну, так, по простому синопсису, тритмент. Написано больше как, ну, в форме литературного, наверное, сценария, да? То, что иногда у нас называют. Ну, если так говорить, то есть подготовка к игровому формату, она является тоже отдельным контентом. Ну, то есть, правильно понимаешь, что после документального у вас появилось больше, ну, после работы над документальным фильмом у вас появилась еще больше информации о том, как, например, там, писать вот этот игровой сериал? Гораздо более глубокое знание материала. Да, да, ну, я тоже. То есть, я когда начинал, ну, много лет назад, где-то в 14-м году, работал над этим проектом, сериал, так же, как, допустим, ты пишешь какой-нибудь рассказ, повесть или роман. Невозможно выразить, да, то, что требует больше времени. Это как читаешь какую-то короткую историю и как бы чувствуешь, что потенциально она либо там, ну, или рассказ, или повесть. Ну, вот правильно я понимаю, что вот в структуре фильма, ну, вот, по крайней мере, то, с чем я как бы не столкнулся, как бы с авторским каким-то большим кино, вот, писал коммерческие, зрительские фильмы, вот, и, ну, структура самого, ну, полного метра, она все-таки, ну, как то, с чем я столкнулся, мы там отрезали дополнительные линии, которые, ну, не сильно двигают, как бы, арку героя, а, по сути, фильм – это, ну, про одного героя и про одного его, там, словно, историю, да? Все равно необходимо, если у тебя единый сюжет, единая цель, к которой идут твои герои, ну, твой герой и сопутствующие персонажи, встречая какое-то сопротивление, все равно это единая форма. Весь сезон – это единая форма, большая драматургическая. Не то, что кто в лес, кто подровал. Конечно, конечно. Кто в одной серии про Фомуту, мы проверем. На другую линию. Да, да. Это точно так же необходимо относиться со всей серьезностью к истории сериала, как к истории полнометражного фильма. Ничего лишнего, уводящего совершенно в другую сторону, не должно там быть. Но сериал позволяет обогатить это действительно переплетающимися линиями. Ты можешь гораздо более глубоко раскрыть, как обстоятельства и жизнь, и ситуацию с главным героем, с его мотивациями, целями, так и его союзников, помощников, спутников, так и его антагонистов, врагов, соперников. Гораздо глубже. Да. Ань, можно я у тебя спрошу как раз про то, что... Ну, понятно, что есть большая разница между документальным и игровым форматом. Но вы при создании этого проекта именно продюсерски что-то брали из производства игрового кино. Потому что, мне так кажется, я некоторые на Нетфликсе смотрю, сейчас документалки, они очень во многом такие уже как бы не в каком-то классическом, ну, не знаю, не в классическом, я не сильно разбираюсь, понимание документалки. Они очень много, там, каких-то вот, ну, там, стиль съемки, очень киношный. Вроде бы синхрон свидетеля, а снято, как будто бы он главный герой в фильме. Вот, и стори тейлинг тоже такой очень... Такой, ну, как мне кажется, очень во многом похож на игровой формат. Ну, у нас изначально автор сценария вообще, режиссер игрового кино, прежде всего. Поэтому, естественно, сам сценарий, он уже был написан, исходя из формата игрового кино, где наши те же самосвидетели, наши ученые становились активными участниками действия, потому что именно на них был построен основной сюжет. То есть, само по себе, то здесь были, прежде всего, это документальное кино, тем более, если мы берем, допустим, которое было больше признано у нас, или принято у нас, да, то есть есть формат определенный. То есть, конечно, он был больше игровой, и они становились, вот они были активными участниками, и все остальное действие, которое было решено графически, вот, при помощи наших друзей, товарищей, кубиков. Вот, ну, потому что очень большая работа была проведена, да, очень долгое время, что там есть и персонажи, которые долго обсуждались, и персонажи тоже Рашид продумал, вот все, которые сейчас в документальном фильме там присутствуют, вот типажами, чтобы они были похожи на тех, которые бы он хотел видеть в игровом фильме, ну, то есть людей непосредственно. Ну, а как, то есть, смотрите, вы загружаете программу сценария, если можно, я немножко детали расспрашиваю. Вот, и что это, как сказать, это формирует какие-то другие документы для других департаментов, или? Да, это программа профессиональная, Writer Duet называется, это довольно-таки уникальная программа, хотя многие другие сценарные программы тоже к этому стремятся, это, можно сказать, аналог Google Docs для сценаристов. То есть ты работаешь на этом сценарии в реальном времени с любым количеством соавторов или сотрудников, и любые изменения, кто бы их ни вносил туда, мгновенно появляются на экране, и это очень помогает избежать, знаете, вот эти вилки многочисленных версий, потом которые запутаешься, ты всегда видишь последнюю версию, и если тебе необходимо отскучить на 10 минут назад, на день назад, или на неделю, пожалуйста, попытай им линии, смотришь все предыдущие версии туда-сюда. Это очень удобно для работы. Потом, как разные департаменты могут работать? Любая сценарная профессиональная программа позволяет номеровать сцены, и потом их залочивать, закрывать. И потом, какие бы изменения новые сцены не появлялись, они не сбивают вот эти референсы. Но и он позволяет видеть этот сценарий во всевозможных вариантах. Например, тебе нужно выбрать ночные смены. Бах! Ты выбираешь ту или иную команду, да, ты ночные, а не только показывать. Или тебе нужно выбрать на один объект какой-то только, который раскидан там, там он же появляется. Не всегда один и тот же объект, раз и до конца, он может еще раз появиться, потом еще раз. Он сразу все объединяет, тоже все показывает, что в этом объекте. Да в того же сцены. По всему сцены и так далее. Для актеров удобно, что ты можешь выбрать все диалоги. Для такого-то персонажа или этого. Тоже пах! Они все под рукой. Очень удобно делать вызывные листы. Вообще все это. Брейкдаун и так далее. Удобно не только монтажером работать. Удобно работать и административной, и продюсерской группе. Потому что вот эти сценарные программы, они привязаны к другим программам. По составлению бюджета. По составлению КПП. Для того очень удобно. Это сохраняет тебе колоссальное количество времени. Мы-то, дядя Лаврович, в MovieMagic много делали. В MovieMagic с фейдином. То есть было много привязанных разных. Одинственно, сразу в одной структурной. Там есть также версия бесплатная, которая просто динфрационная. Есть бесплатная. Там ограниченные функции. Но основные все все равно входят. Мне даже удобно было, например, делать английские субтитры. Да, вот у нас на русском сценарии. Бах, кнопку нажал, он весь переведен на английский язык. С сохранением формата и все. Ты только потом подправляешься. Хорошо, просто подправлял. Он расставил сразу. Не просто там сплошную простыню и пошло. Нет, нет, нет. Он сохраняет тот же самый правильный профессиональный формат. Только он на английском, в американке. Только на английском все. Она импортируется? Конечно. И импортируется, и экспортируется, пожалуйста. Очень легко. Но если бы получать питчинг правильно понимаешь, значит, заявка подается, сценарий, документы. Экспертный совет смотрит. Передобавительный отбор проводит. Да, внутри они какие-то картины отбирают. Пока не говорят, но они могут узнать. Да, да, да. Вот эксперты, в принципе, это же... Ну, передобавительный отбор, он больше касается, во всяком случае, должен касаться соответствия поданных документов требованиям. Пока еще не по их художественному качеству. Потому что художественное качество будет потом уже на открытом питчинге обсуждаться. То есть, к защите проектов допускается всегда больше заявок, чем они выделяют средства на поддержку. Средства уже, наверное, заложен какой-то бюджет? У них заложен этот бюджет, но для того, чтобы центр получил право распоряжаться, они должны заключить договор с министерством. Но вот на экспертном совете подали заявки. Там же в экспертном совете никто не смотрит, не считает сумму бюджетов. То есть, условно говоря, у них там заявок на 4,5. Нет, экспертный совет должен считать. Считает, они считают. Если в норме брать, то там присутствуют люди все, которые должны осматривать. В том числе и финансисты, и экономисты обязательно. Но они не знают, какая конфигурация там. Много фильмов, но ведь 10 фильмов, все разными бюджетами. Да, эти бюджеты подаются сами конскурсантами. Они же сводят таблицу, все это видят. Они создают и СМИ, и КПП. Да, ну смотрите, на одном проекте, условно говоря, один там 200 миллионов, один там миллиард. Но вот чтобы это было все 4 миллиарда, именно те, которые отобрали по художественной, как бы с художественной точки зрения, которые нужно делать фильмы, они же не обязательно соберутся в 4 миллиарда. Ну да, разница. Они обязаны вписать 4. Значит, кому... Потому что когда ты подаешь проект на конкурс, ты в числе прочего указываешь, сколько ты просишь. Да. Вот 100%, 70% или 50% или 30%. Ну то есть они тогда... То есть ты уже видишь, то есть эти попросили столько, столько, столько. У нас общая суммарная сумма, если мы, допустим, ну утверждаем, допустим, 10 полнометражных фильмов к запуску, к примеру. И смотрим, и если вот эти вот выиграли, и сумма превышает, мы должны сделать предложение, что, например, мы финансируем не там 70%, как вы просили, но мы можем профинансировать только 60%. Выкинуть или сделать переходящие на будущем? Но есть еще переходящие. То есть на самом деле в кинопроизводстве большинство фильмов будет переходящими. Они не делаются с 1 января по 31 декабря. У каждого свой график. Он может начаться в апреле, кончиться в феврале следующего года и так далее. Что у нас получается? Смотрите, по-текущему беда еще одна в чем. Что очень большая беда, что ты заключаешь договор только на этот год. Вот почему так? Переходящую сумму ты должен опять в следующем году перезаключить. Что это означает? Что 31 декабря заканчивается твое производство, и 1 января ты должен выбирать либо работать бесплатно или на каких-то там не совсем чисто уведенных денег, выплаченных в аванс, и продолжать это производство, либо ставить фильм на консервацию. И когда ты следующий договор получишь, и когда эти деньги поступят, ты не знаешь. А может, они в следующем опять в августе поступят тебе. А что ты делаешь с 1 января? Твои актеры ушли, твоя съемочная группа на других проектах работает. А так не бывает. В кино во всем мире никогда не запускается в производство, за исключением, конечно, каких-то вообще любительских или совсем маленьких независимых фильмов, пока не сформирован бюджет. Так же, как нельзя построить дом за 4 месяца, если ты получил деньги 1 сентября. Так невозможно и фильм полнометражный снять за 4 месяца, если ты получил деньги 1 сентября. Это то же самое. Поэтому надо добиваться того, что если даже мы работаем в рамках госзакупа, если другие формы финансирования государственным фондом невозможны только через госзакуп, значит, применяйте эти нормы, когда можно заключать договор, заканчивающийся не 10 декабря, а, допустим, 1 мая следующего года, чтобы не прерывать финансирование и производство фильма. В принципе, в упрощенном варианте с таким вот, это что-то похожее на наши договора по сериалам, то есть, в принципе, при такой схеме даже без компришена Бонда и Банка, ну, как бы, с такой гарантией, например, которая дается на весь цикл, а не на... Вот это, мне кажется, проблема, что он там только дает на часть финансирования. Она говорит, там, в течение двух лет, там, я это вам выплачу, ну, там, к конце года, например, и там еще одно следующее. Да, да, да. В принципе, продакшн-студии, если бы они были заинтересованы в прокате, если бы права были их, в принципе, они могли бы и сами отчасти, ну, как бы, финансировать. Могли бы. Потому что фонд поддержки бы просто, как бы, хеджировал их риски просто, да, потому что так же непонятно. Конечно, конечно. Вот о чем мы говорили, да. Да, основной вопрос. Если производители аудиоконтента сохраняют за собой копирайт, имущественные исключительные права и обязаны прокатывать свою картину, и в том случае, когда они получают прибыль, и очень разумно было бы ввести такую норму на ту часть финансирования фильма, которая поступает из государственных источников, одно обязательство, да, вы отчисляете 20 процентов пропорционально тому, что они вложили, и вы начинаете получать прибыль в размере этих 80 процентов, да, ну, и если там остальные, есть договора с другими финансистами, договором с ними. Вы получаете, получаете, получаете. На ту часть, допустим, которую вы освоили за счет получения денег от государства, вы, наверное, заработали в два раза больше, чем они вложили, да. Ну, допустим, они вложили в ваш фильм там, я не знаю, 500 миллионов деньги, а вы получили миллион. То есть вы уже в очень хороших плюсах. Ой, миллион, говорю, миллиард. Да. Очень хороших плюсов. Нужно все вместе собраться, определить потолок, до которого ты можешь на ту часть, которую вложило правительство, на бюджетные деньги, получать в свой карман эти деньги. Нужно уметь ладить с людьми, и нужно уметь убеждать. Потому что недостаточно только подписать договор, выйти, снять и говорить, там, мотор начали, да, и стоп. Нужно добиться того, чтобы ты убедил, с одной стороны, продюсера, или если ты сам продюсер, еще и финансист, потому что ты способен это снять. Ты должен заразить своим видением. Ты должен уметь ладить с людьми, работая в группе. Если плохой режиссер, не понимающий ничего, что происходит на площадке, вся площадка этим заражается. Она будет плохо работать. Не в полную силу. То есть это... Ты должен, с одной стороны, проявлять определенные лидерские качества, а с другой стороны, убеждать коллектив, с которым работаешь, в том, что они делают настоящее дело. Они зря прожигают свои рабочие дни и свою жизнь. И так далее, и так далее. У меня вот в курсе есть, кстати. У меня 24 занятия, лекции большие. 24 полнометражных фильмов, грубо говоря, драматургии. Каждая посвящена своей теме. И, естественно, развивающаяся от концепции, начало сценария до его конца. И что потом делать с этим? У меня есть глава в режиссуре там, кстати. Конечно, можно отдельно такую книгу о режиссуре посвидеть, уже не с точки зрения, так сказать, законов и теории, а сколько с практической, с точки зрения, как это все делалось там, 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 там. Но там есть определенные закономерности тоже в этом. То есть, что все-таки нужно знать и что уметь. И с точки зрения искусства режиссуры, то, о чем мы упоминали, обязательно знать и такие вещи, как вот Петра Яршова, режиссура, как практическая психология. Каким образом ты работаешь с актером? Каким образом ты работаешь со сценарием? И как ты его интерпретируешь? Ведь профессия режиссера во многом связана еще и с интерпретацией литературного первоисточника. И это, в общем, очень масса этих дел. Но освоить это, ну, я не знаю, в течение даже пяти лет, участь где-нибудь в каком-нибудь университете, где ты 95% времени занимаешься, задачей совершенно ненужных тебе зачетов, экзаменов и всякой другой ерундой, разумеется, у тебя не будет достаточно времени, чтобы стать режиссером. Все, что вот когда ты идешь на режиссуру, в какой-нибудь университете, когда ты выходишь оттуда, ты не выходишь туда режиссером. Ты выходишь оттуда студентом, получившими диплом и нахватавшимися каких-либо знаний. Дальше начинается работа и работа, и работа. Вот эта работа и составляет ценность твоего как режиссера. Вот о чем хотел сказать. Круто. Большое спасибо. Это было очень вдохновляюще. Надеюсь, это видео будет, ну, для меня-то очень полезным и мотивирующим. Хотя я и не режиссер. Не имеет значения. Мне еще два года. Как продюсер. Мы поймем статистику продюсеров, поднимем и посмотрим. Вот. Большое спасибо вам за то, что вы смотрели. Большое спасибо, что вы пришли. Это был видеоблог «Серийный продюсер». Подписывайтесь, если вам это нужно. Всем пока. Любите кино. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok